доброго доброго всем времени там девочки писали про магазин светофор мы тоже решили не знаю разрешат нам нет магазине снять вот это у нас здесь конечно открытый светофор вот наша битком забитая стоянка с машинами в общем вот сейчас не знаю что у нас получится здесь какая-то одежда продается так вот копка прессовая еще вот все в таком плане ключе я не знаю как это можно что-то себе здесь выбрать девчонки вот вы как как у вас светофоре вот так же как нашим так смотрите ну калошки понятно да калошки вот цена хорошие ножки ну сандалики можно еще покопаться а вот в этом не знаю пожалуйста в продуктах больше конечно порядка поаккуратнее все выставлено в коробочках в принципе да цены конечно низкие единственное что мы например такую варенку я не покупаю потому что я знаю что тут ничего натурального нет но у кого средства не позволяет покупать более дорогие продукты для них это выход из положения такой магазин пробежали сколько магазину ну конечно что-то купили я потом сниму покажу что мы купили сейчас сергей витальчик калитку открою ой так тепло на улице как летом так здорово хорошо обзор купленного светофоре ну конечно мы там много продуктов не стали брать потому что консервы мы покупаем очень редко такого вот например колбасное изделие ну я там такое побаиваюсь покупать так что мы купили вот такие вот лотки для обуви цена действительно дешевые на них мы брали дороже в иваново там они что-то 90 с чем-то рублей три лотка я зала у меня есть три штуки мне еще вот ну что будет много вот такая фруктов тоже детям вместо конфет мы их покупаем мы их покупаем других магазинов посмотрела цена так хорошая цена вот эти конфеты мы взяли попробовать отличаются они от других или нет прошлый раз мы чего брали сереж какую-то коровку да мы там покупали когда-то первый раз поехали но чего-то сливочные какой-то сливочная коровка что ли и они вообще не такие на вкус были вот так макароны мы тоже взяли попробовать написано 6 твердых сортов пшеницы посмотрим как они развалятся этот йогурт у нас миша такие есть не знаю как он все удобно не съедобный тоже испытаем спросим так это горячий шоколад это я вместо кофе на работу ну и вот лера у нас иногда такой пьет мелкие не очень мелко такой не любят и шланг-овогород на сезон хватит его сезон должно хватить а сколько он стоил очень 400 рублей а сколько метров 5 а 20 метров написано я не думаю что 20 метров ну в общем написано было что 20 метров около 400 рублей потратили мы там 1000 3 поддончика сухофрукты а вообще там конечно да цены невысокие но съедобно это не съедобно это надо уже на собственной шкуре проверять в общем из светофора мы потом поехали в наш любимый адмирал мы ездим как на молокозавод называется у нас на молокозаводе который мира у нас сегодня суббота да вот кстати то что вот мало машину светофор было это выходной день это суббота в адмирале конечно стоянка была полная народ на кассе был но не как перед праздниками перед праздниками то вообще наверно очереди пылается что купили в адмирале по быстренькому что нас все-таки кормить яички рагу свиное бекон на завтраке с яичницей это детям пока еще холодно мы мороженое покупаем вот такой творожный десерт мелким троим нам значит мишки лерки мне по мороженке папе другая мороженка это я завтра с собой на работу нас папа уже открыл вот кстати светофоре вот похожий зефир я не знаю как он на вкус там коробка килограммовая сто пятьдесят четыре рубля здесь в адмирале сейчас скажу сколько 180 187 рублей за килограмм в принципе разница в 30 рублей за килограмм просто здесь мы взяли не килограмма чуть поменьше надо сказать наверное да если мы взяли килограмм его бы также уже к вечеру не было вот прятать у нас бесполезно это салат пекинский яблоки семеринка адмирале они сейчас более-менее нормальные там у них серединка уже я смотрю на яблоках чтобы не было плесень на серединках вот где растет веточка остальные все уже начинают там появляется плесень это им сейчас после обеда к чаю она по типу овсяного облитое какой-то шоколадной глазурью эти печенюшки вот кстати да вчера зерёжу мы с леркой наверху уже вязали ушли пораньше после ужина мы высыпали ушли мелкие еще доедали и печенье доедали он будет надо было тебя звать что ты сняла как они значит доели всю вазочку все что было вазочки с печеньем нас такая вазочка вот такая в общем они ее всю опустошили и крошки доедали ложками вот такой кадр у нас не попался так собаки мы купили ноги куриные я не знаю будет он их есть не будет обычно берем моему шеи но шеи почему-то не было молоко кефир колбасы тоже не было который мы берем взяли вот такую ветчину попробовать удобно нет кетчуп до кетчуп у нас едят печенье овсяные василийского его очень любит егор со снежаной все равно чего есть лишь бы было так манка у нас кончилась остальные крупы у нас пока все есть капусту мы доели вот капуста еще взяли мы на ужин сегодня отбивнушки сделаем уже взяли на один раз чтобы морозилку не забивать так это уже готовый салат мама лентяйка мама салат сейчас не будет делать а быстренько раз выложит после обеда сыр тоже на пробу сыра в адмирале вот какой мы любим его никогда не бывает такой вот взяли попробовать ну все так две с половиной да ты сказал серёж две с половиной а масло еще пачка тоже искали чтобы не было написано что без растительного белка здесь написано сливки использованы остальные все лежат с растительным белком сели в машину сергей . что-то у нас стала расти сумма покупки я грудите растут едят больше ценники растут в общем вот так товарищи что будет дальше я не знаю доходы не растут растут только расходы кормим унитаз